Здарова щеглы! Уже известно, что один из американских бизнесменов выкупил права на бренд ZIL и выпустит большой внедорожник под названием Colonel. Легендарный отечественный ZIL в ближайшее время может возродиться. Об этом стало известно после того, как американский бизнесмен собрался выпустить под этой маркой автомобиль Colonel. Причем будут там и элементы легендарного советского авто. Пока новинка находится в стадии разработки, независимые дизайнеры показали на рендерах, каким может быть новый внедорожник. Автомобиль получился очень брутальным. В лицевой части выделим радиаторную решетку с большим количеством вертикальных полос, а также трехъярусную оптику. Кузов внедорожника получился довольно рельефным. Такую форму придали капоту, а также боковым дверям. За счет расположения стоек, линия остекления стала больше, что придает более объемный вид. На корме внедорожника выделяются фонари, которые получили формы перевернутой буквы L. Для нижней части бампера предусмотрели дополнительную защиту. Все-таки главным назначением является езда по бездорожью. По всей вероятности, большинство технических решений и запчастей перейдет к новинке от внедорожника Jeep. Это будет платформа и 2.4 литровый мотор с мощностью 177 лошадиных сил, который устанавливается на Cherokee. При этом могла бы быть и версия с более мощным двигателем. Очевидно, что такая интерпретация ZIL-157 это просто рендеры. В реальности ZIL-Colonel будет совсем другим. А тем временем на рендерных изображениях показали обновленный кроссовер Mazda CX-5. В новом автомобиле может быть учтена вся картина. Дизайн обещает быть очень интересным. Уважаемые подшипники, на этом все. Новость сегодня коротенькая. Вышел в срочный эфир я, потому что новость срочная. А Джей Леннон, или как вы его там назвали, ушел в неоплачиваемый отпуск. Субтитры создавал DimaTorzok